Здравствуйте, дорогие зрители. Снова мы с вами встретились. Вы, наверное, обратили внимание, канал стал называться «Картавый блогер». Некоторая самоирония присутствует. Думаю, это максимально полно будет отражать. Вроде блог, веду и картавлю заодно. Значит, некоторое количество посылок снова набралось. Будем их открывать. Но, единственное, вот эти три посылки мы уберем в сторону. По той причине, потому что там находятся аксессуары к Lenovo WipeShot Z90. Lenovo WipeShot Z90 у меня сейчас нет в наличии, поэтому надо все-таки одевать, примерять. Без этого будет плохо. Начнем распаковывать. Начнем мы, наверное, все это дело с аксессуаров к Asus Zenfone Max. Нравится мне, как этот парень упаковывает. Стекла, да, он сбоку кладет китайские палочки, которые там стоят копейки. Ну, здесь будут настоящие китайские палочки. Самое важное находится внутри. А внутри находится полный комплект, да, то есть это влажная салфетка, сухая, видите, маховая или, как сказать, не знаю, салфетка и поглотитель пыли, да, то есть несколько наклеек. Также внутри находится стекло, которое, а, не повреждено, б, которое, чем мне нравится, вот что не люблю, то что постоянно в телефоне отражение, которое вам не нужно. Значит, смотрите, вот так вот выглядит это стекло. Небольшие зазорчики остаются по бокам, они как раз под силиконовый чехол будут. Да, что мне здесь нравится, то что это стекло имеет полностью все необходимые отверстия, да, то есть под динамик, под камеру, под датчик. Стекло стоит где-то в районе 130, насколько помню, рублей. И, в принципе, вот из бюджетных это на данный момент лучшее стекло, которое я нашел. Теперь для Asus Zenfone Max я буду заказывать в основном его, потому что 130 рублей это недорого, упаковка хорошая, палочки останутся, ну и за стекло не стыдно. Поэтому для Asus Zenfone Max, да, я его рекомендую, именно его. Значит, у нас опять товар для Asus Zenfone Max, да, то есть это достаточно хорошего качества пластиковый бампер. Здесь вот прям вот матовый. В прошлый раз, по-моему, такой штукенции не было. Значит, смотрите, вот эта вот фальш-кожа, вот эта вот фальш-кожа на крокодила немножко похожая, телефон обтянут. И сбоку мягенько, вот и позолотый, видите, да, все это дело покрасили. Кнопка включения, кнопка регулировки громкости. Значит, вот так вот будет выглядеть телефон в нем. Ну, в моем случае это черный телефон, соответственно, белый будет выглядеть, ну, совершенно иначе. Значит, для чего это нужно? У Asus Zenfone Max у него очень приятная поверхность задней крышки. И надеть простой пластиковый чехол, это потерять красивое тактильное ощущение, да, приятное тактильное ощущение. По этой причине, ну, вот можете заказать вот такой чехол под кожу, есть разные цвета, черный, помню, у меня даже на обзоре был. Достаточно недорого он стоит, по ощущениям очень приятно, по качеству очень симпатично. Ну, то есть, если вы хотите такой бампер, то рекомендую. Значит, что мы имеем в этот раз, да, это уже полноценная броня на телефон, то есть, если вы смотрели другие видео, вы должны были видеть тонкую броню, да, так называемую тонкую броню, то есть, она тоже состоит из двух частей, ну, вот эта, она гораздо толще, и у нее еще есть какая дополнительная особенность. У нее есть дополнительная особенность, она такая, как тебя? Вы знаете, вот, не знаю, почему я не могу понять, каким макаром это должно открываться. То есть, по идее, так, ну, броня, да, двухсоставная. Так, давайте еще втрана разберем. Ну, ребят, да, что из себя представляет наша броня, да, это двухсоставная часть, то есть, вот такая вот мягкая, ТПУ, или как ее правильно назвать, и вот такая жесткая. Причем у жесткой, по идее, вот как-то должен выниматься, не совсем понимаю, каким образом, должен выниматься держатель, чтобы можно было телефон поставить боком. Причем, прям интересно, почему не вынимаю. Так, ну, смотрите, я его вынул, и он, надо просто, видимо, ноготь более жесткий иметь, чем у меня, там жестко он открывается, и вот так вот можно потом поставить, полностью, вот так полностью открыть, поставить и посмотреть фильм. А Susan Fon Max имеет пять с половиной диагональ. Экрана достаточно хорошая диагональ, но вполне позволяющая комфортно смотреть какие-то там видеоролики, либо фильмы. Значит, что из себя представляет телефон в этом чехле броня, то есть, все необходимое открыто. Вот эта часть пластик, вот эта часть, ну, прорезиненная она чувствуется, да. Значит, кнопки у нас выпирающие, видите, да, кнопки работают, все хорошо. Значит, что в плюсе? Это просто толстая, мощная броня. Вот, есть тонкая, посмотрите видео, в правом верхнем углу должен быть значок информации, откройте, есть про тонкую броню обзор, ну, в данном случае толстая. По-своему она тоже хороша. Так, ребят, ну, вот есть некоторые вещи, есть некоторые вещи, которые я даже не знаю, в какой раздел их убирать. То есть, вот, это к детям или не к детям. Так, как же тут разобраться? Вот. Вот так вот мы включаем часы, сейчас 22. А он только 12-ти часовой. Поэтому мы сделаем 10. Подождем какое-то время. Вот. И добавим теперь минуту. Нет, еще раз нажали и переключились на минуту. Минута у нас сейчас 30. Ай-яй-яй. Это он дату сейчас, что ли, пытается выставить? Не совсем понимает, что он сейчас выставляет. Давайте подождем. Так, 10 у нас замигала. Минуты замигали. Давайте нажимать. Уже 31 минута. Подождали. Вуаляшеньки. На, давайте посмотрим, как это будет выглядеть на руке. Ребят, обратите внимание, здесь видите, все это дело цепляется на магнитиках. На магнитиках и помимо магнитов есть вот папа-мама. Так, ну, смотрите, на мою большую руку. Вполне они налезли, даже осталось немножко места. В принципе, можно даже укоротить будет. Вот так вот включаем и видим, что времени 10.31. А заявлялись они... О, видите, как они выключились красиво. Мы опять говорим, часы, часы, сколько времени? Пум, 10.32. Мы им говорим, часы, часы, что-то такое 3.6 и чего-то 5. Не совсем знаю, позже, наверное, разберусь. Вполне хорошо светит, вполне симпатично выглядит. Насколько точно ходит, насколько хватит батарейки, не скажу. Еще раз, они заявлялись как водонепроницаемая. Или влагонепроницаемая. Вот не совсем помню. Стоит, ну, вы знаете, что-то, насколько помню, там 100-100 с чем-то рублей. Вот, абсолютно, в принципе, небольшие деньги. Давайте еще раз. Часы спецагент. Да, то есть, вот ребенка, там, не знаю, там, лет 12 подарить, он будет ощущать каким-то там Джеймс Бондом. Мне бы такое, лет 12, я бы, наверное, был бы первый парень во всей округе. В детский, не в детский убрать, не знаю, наверное, просто оставлю. Хотел, хотел, надеялся, верил. Значит, да, 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 это то, о чем я думал. У меня идет еще похожий, похожий аккумулятор у меня идет. Тут прям вот полностью реплика под батарейку. Значит, что это? Это аккумулятор для Sony NP-BN1, N-Type. Да, то есть, вот я камеры, которые используют такую батарейку, снимаю. Аккумулятор у меня стал противный. Вот у меня пришла зарядка. Я теперь зарядку использую. И приходят батарейки. Я смогу их заряжать вне телефона, фотоаппарата. Мне это будет удобно. Первый пришел адаптер. Второй пришел. В такой коробочке у нас получается аккумулятор. И сейчас ждем третий. Совсем удобно снимать на кухне. Стол немножко шатается. Значит, что это? Это у нас тестер. Для чего он нужен? Он может замерять силу тока. Сколько ампер проходит. Для чего это может быть полезно? Вот вы хотите узнать, как у вас адаптер хорошо дает электричество или нет. Да, адаптер дает хорошо. Но мы можем узнать, что там шнур, например, плохо дает. Помимо прочего, мы можем взять какой-то там предмет, разрядить его полностью и поставить на зарядку. У него также есть счетчик, сколько влезло. Да, то есть мы можем узнать, сколько... А в данный момент, да, емкости вашего телефона, например, на сколько она упала, пора ли менять аккумулятор. Значит, с помощью этого тестера я буду тестить адаптеры. Достаточно большое количество разных разнообразных адаптеров идет. Также идут кабеля разные, разнообразные. Ну, будем смотреть, что есть смысл заказывать у китайцев, а что, ну, отвратительного качества. Поэтому подписывайтесь и скоро будем тестировать. Чуть не отрезал я при открытии упаковки вот этот вот простенький, слабенький зарядничек. Значит, внутри находится блютузка. Маленькая вот такая блютузка. Ну, вы знаете, в ухе она держится, ну, вполне неплохо. Да, насколько ее будет хватать, затрудняюсь вам сказать. Смысл в чем-то, что она вот такого телесного цвета. То есть вы видите, да, в ухе она будет практически незаметна. Ее основной плюс – это копеечная цена. То есть она стоит там что-то прям, ну, совсем недорого. Вот такая вот мазенькая блютузка. Очень жаль то, что она настолько маленькая, что заряжать ее вот надо вот таким тоненьким штекером. Чем-то он напоминает тонкую нокиовскую зарядку. Нигде его потом не найдешь, с собой надо такой провод таскать. Насколько хорошо-плохо, ну, затрудняюсь сказать. Заходите в группу ВКонтакте, да. То есть через несколько дней я выложу на эту блютузку отчет, да, где смогу написать, насколько хороша она там, насколько там времени хватает. Может быть, смогу ответить. Да, тестер пришел. Ну, постараюсь ее разрядить и полностью зарядить, посмотреть, какая у нее емкость. Да, обязательно подписывайтесь на группу ВКонтакте. Развернутый ответ по вот этой маленькой тоненькой блютузке там будет. Стоит еще раз, да, копейки. Хотите почувствовать себя каким-то там секретным спецагентом, да, закажите себе такой блютуз, будете на него похожи. По-моему, продавец некоторое удовольствие испытывает, так, прочно упаковывая посылку. Значит, что внутри находится? Внутри находится блютуз-колонка. Причем это не просто блютуз-колонка. Такой звук был, как будто все сломалось. Внутри не просто блютуз-колонка, а влагозащищенная. Может быть, даже и водонепроницаемая. Вот такая блютузка с огромной вот такой вот присоской. Причем ее можно снимать с присоски. Можно ставить. И смотрите, опять зарядка вот с такой же тоненькой ерундистикой, как на блютузе. Значит, вот здесь вот, судя по всему, мы открываем, будет она прятаться. Давайте попробуем и... Включилась. Там интересная инструкция есть? Или мы, как истинные русские люди, не будем инструкцию читать? Да, наверное, а что ее читать? Тем более, она на бусурманском языке. Вот, поэтому давайте мы зайдем в телефон. Включим в телефоне блютуз и попробуем ее соединить. Так, блютуз. Мы зашли в блютуз. Мы ее видим. БТС-06 называется. Надеюсь, что это она. Значит, что мы можем с помощью нее сделать? Давайте, например, не знаю, так зайдем. Давайте зайдем, например, в музыку. Давайте, наверное, что-нибудь вот так. Вы знаете, можно регулировать с телефона. То есть, вот мы берем с телефона, ставим на ноль. Берем громче, громче, громче. Даже вот не знаю, на чем проверить ее, ребята. Вот, если честно. Ну, достаточно громко на самом деле все это дело звучит. Причем звучит снизу, экранируется от присоски, да, и возвращается назад. Можно с помощью нее можно с помощью нее перещелкивать трек-листы. Абсолютно без проблем. Все хорошо. То есть, вы можете телефона оставить в одном конце ванны и спокойно с ней уйти, даже не слушать музыку, а просто уйти будет звонок. Если вы любите долго поваляться в ванной, вы сможете на него ответить. Ну, пауза работает. К сожалению, нету громкости. Давайте, наверное, попробуем сделать следующим образом. Мы позвоним в службу стул, узнаем, сколько времени. Точное время 22 часа 43 минуты 50 секунд. Ну, ребят, да, иными словами, вещь стоит порядка 300 рублей. Насколько она влагонепроницаемая, я смогу ответить в группе ВКонтакте, да, то есть, сейчас возьму и пойду с ней помоюсь. Чем это закончится, будет ясно, да, и смогу сделать там отзыв. Они настоящие правдивые. Еще раз. Выскажите, пожалуйста, ваше мнение. Нормальный для моего канала название «Картавый блогер». Поставьте лайк, если оно вам понравилось. Поделитесь им в соцсетях, подпишитесь на группу ВКонтакте и участвуйте в розыгрыше призов. Если вдруг вы хотите оставить свой отзыв о каком-то товаре, который вы заказывали, вы в группе ВКонтакте можете предложить это как новость, да, написать текст, дать ссылку, добавить фотографию. Да, я это размещу, если это будет интересно. Дальше, ну, буду разыгрывать какие-то призы тем, кто оставляет отзывы, либо высылать там некоторые виды товаров, для того, чтобы люди этот отзыв потом могли оставить, потому что есть вещи, которые, скажем, мне не сильно нужны, да, и если я сделаю отзыв, она у меня будет валяться. Потом кому-то пересылать в подарок, ну, муторно, нудно за почту России платить. А так сразу. Предложили, например, что-то симпатичное на отзыв, да, кто победил, тому отправил, человек отзыв сделал, сфотографировал, написал, прислал и разместил. Будем дружить, подписывайтесь, смотрите свежие видео, до скорых встреч.